Привет, мои дорогие девочки! Сегодня давайте поговорим с вами на такую тему Я была координатором, но у меня не получилось Или как правильно выбрать координатора, да, от себя личные рекомендации Знакомо, да, такое, что знаю даже многих блогеров, девчат, которые покупают продукцию Эйвен Когда-то где-то пытались попробовать зарабатывать денежку, но не получилось Знакомо? Если да, то обязательно пишите Итак, имеет ли значение в онлайн-бизнесе, к какому наставнику ты пойдешь? Имеет? Да, однозначно, девчонки, сто процентов имеет В нашем бизнесе большое значение имеют эмоции Психология отношений, понимаете, темперамент каждого из нас Если твой лидер, это твой человек, и вы с ним на одной волне, тогда у тебя все получится Тогда, понимаете, когда вы понимаете друг друга с первого слова Ну вот, знаете такое чувство, да, человек подумал уже Какую-то стратегию обрабатываете Человек подумал уже об этом Ой, извините, тут мне кто-то звонит Вот А ты уже ему об этом говоришь Понимаете? Особенно сейчас вот этот вот бизнес онлайн Который построен на отношениях, на расстоянии Он более усложнен тем, что нету живого общения Хотя, конечно, сейчас у нас всякие есть мессенджеры Мы можем видеть друг друга А добиваясь замечательных успехов Мы со своими партнерами встречаемся на конференциях Правильно? Вот И поэтому вот я считаю, что это очень важно Найти именно своего наставника, с которым вы будете на своей волне Чтобы вам человек был по душе, понимаете? Чтобы вам было приятно с ним работать Чтобы вы хотели ему, ну, с ним быть на связи Хотели ему звонить Хотели от него получать какие-то, да, рекомендации Какие-то учебные разные методики А не то, что, блин, только бы он мне не позвонил Только бы он, блин, надоело там что-то такое Всё Тогда результата не будет никакого Результат будет только тогда, когда вы выберете себе наставника Именно по вашему темпераменту И когда... И тогда только у вас... А теперь, девочки, как же понять, твой это человек или не твой? Я думаю, что в душе мы это всё знаем Но, опять же, есть определённые какие-то моменты Вот смотрите Вы следите... Обычно это всегда так происходит Вы следите за нами Нами, я говорю и про себя, и про координаторов, да, которые сейчас онлайн Вы следите за нами в Инстаграм, на Ютубе, у кого, где, какие платформы Кто где работает, где вам больше, опять же, нравится Это тоже немаловажный аспект Вы за нами следите То есть, этот человек должен вам нравиться внешне Вот если вам нравится он внешне Если вам приятно его слушать Если вам интересно его слушать Вы, может быть, это, ну, неосознанно, да? Но вы подписаны и вы постоянно просматриваете Значит, вам человек этот интересен Правильно? Правильно Вам нравится его фото Вам нравится его видео Как мы снимаем видео, о чём говорим Вам нравится в целом вот контент, да, этого человека Как он ведёт странички в Инстаграм, вам интересно И на Ютуб вам интересно зайти, посмотреть, что он делает Вас заинтересовало, вы прошли ВК, посмотрели Потому что там уже как-то ещё можно какие-то нюансы, аспекты найти Правильно? Вот Дальше У вас есть что-то общее с этим человеком Возможно, вы мама в декрете Возможно, вам за 40 Всё что угодно Возможно, вы любите кошек Возможно, у вас двое сыновей Возможно, вы любите огород Возможно, вы любите отдыхать на даче Возможно, вы любите ходить по гребам У вас должно быть что-то общее И, возможно, этих аспектов тоже будет несколько И вот тут вот одно как раз таки сочетается с другим Вы готовы работать, чтобы зарабатывать деньги По её плану, по плану этого своего наставника, лидера Смотрите, здесь всё просто Если этот человек в Ютуб, и у него Ютуб хорошо развивается Там, да, не одна тысяча подписчиков, а больше Ну, если это уже не начинающий, да, Ютубер Потому что когда-то мы тоже все приходим И у нас один, два, три подписчика начинаем расти Я не про это Если человек сидит, и у него там пятьсот человек в подписках И видео выходит раз по завету, знаете То это, ну, как бы, можно сказать, не работа Вот Вы должны понимать Я работаю, допустим, в Ютуб, да Значит, я могу вас научить, как работать в Ютуб И именно с Ютуба, девчонка, идёт обалденный поток заявок Эта платформа, ну, на мой взгляд, она лучшая На мой взгляд Я работаю так Кто-то работает таргетом Там с таргета сыпется, я не знаю, куча заявок, да Кто-то любит, я не знаю, ВК просто обожает Жить не может без ВК У него там куча везде всяких групп Также таргетирует там ВК, понимаете Вот То есть вы должны понимать Рассказываю теперь про себя Если вдруг вы надумаете работать со мной Я работаю больше всего своим брендом Личным брендом Своим брендом, личным брендом Значит, я работаю, девчата, и Инстаграм И я работаю Ютуб Это две самых моих любимых платформы Которая поставляет мне новичков-представителей И новичков-координаторов Сейчас, разговаривая с вами, я работаю Это моя работа Вы готовы так работать? Вы готовы снимать видео О своих заказах Болтологические видео Абсолютно, наверное, на разные темы Может быть, это ваша мечта Может быть, это ваше хобби Вы хотите этим заниматься Тогда, девчонки, просто вам флаг в руки И кэмон ко мне Я вас научу, как на своем хобби зарабатывать деньги То есть, вы любите снимать Вы будете снимать Это ваше хобби Это реально затягивает Плюс у вас будет поток клиентов Идти новичков То есть, вы будете зарабатывать деньги в компании Ну и, выходя на определенные условия в Ютуб Тут уже, конечно, можно включить монетизацию Плюс еще дополнительный доход Поэтому Ютуб я просто, девчонки, обожаю И я реально могу вас научить Много технических разных аспектов Поэтому... Девочки, к сожалению, придется мне видео записывать Таким вот образом на телефон Поскольку там заполнена на айпаде память Вот, на телефоне туда смотрю и сюда смотрю И, конечно, тему мою сбили Про себя я рассказываю, да? Основное вы поняли Что вы должны найти себе координатора Чтобы добиться успеха Именно с такими методами работы Которые подходят вам То есть, у меня это Ютуб Я вас научу У меня это Инстаграм Инстаграм вообще просто тоже обалденная Классная платформа Которая растет и растет Причем Инстаграм требует меньше времени Вот, ну, тоже подседаешь на нее так-то капитально Время свое надо ценить Время это деньги Вот, ну, поэтому, да И Инстаграм тоже Сторис, посты Это все естественно Есть обучающий материал Что, как надо делать Если вы любите Ютуб и Инстаграм Пожалуйста, приглашай в свою команду Если вам нравлюсь я внешне Если вам нравлюсь я Вообще так вот Ну, визуально Вы поняли, да, мои друзья Вот Значит, в Инстаграм я тоже работаю Но не так интенсивно Как на этих двух платформах У меня также есть группа в Инстаграм И я бы, да, советовала тоже подключать Инстаграм Поскольку нет-нет Да иногда оттуда тоже Ну, приходят люди Вот В целом Работа, знаете Как сказать Вот если взять платформы Инстаграм и ВК Тут их можно совмещать В том плане Что вы в любом случае Одни и те же посты Одни и те же Какие-то свои маленькие видео Да Вы и там, и там кидаете То есть это полный дублёж происходит Вот Также могу обучить Некоторым методам таргета Это, да, тоже есть Но это уже платные методы Вы сами понимаете Но с другой стороны Бизнес есть бизнес И кто-то Ну, понятно, поначалу денег жалко Да, кто-то нет Категорически от этого отказывается И поэтому нужно интенсивно работать На своём личном бренде Опять же Два-три месяца Это как минимум Нужно раскручивать Вот этот свой личный бренд Сами понимаете Кто вы, да Кто вы Вас кто-то знает Если вы на YouTube И у вас уже есть подписчики Если у вас Две-три-четыре-пять тысяч подписчиков А может быть и больше То это Просто вам Снимать сливки Можно будет, девчонки Правильно Распределяя свои видео Ну, тоже правильно Делая контент Да Вот Поэтому, мои хорошие Вот Такое видео Думаю, вам было интересно Да На самом деле Очень много идут людей К разным координаторам Потом почему-то у них не получается Большую роль Большую роль Играет личность Вашего наставника Я опять же говорю Главное, чтобы он вам нравился Вот если вам не нравится Как я Причмокиваю Или что-то говорю Не идите ко мне Не надо Если вам не нравится Я не знаю Прямо вот бесит во мне Хоть что-то Не идите ко мне Ищите себе другого наставника И тогда у вас все получится А если я вас полностью устраиваю Да Я такая Спокойная девушка Я Опять же говорю Я не иду на пролом Я работаю Спокойно Я работаю в удовольствии Но в то же время Я расту постоянно Я не сижу на месте Я также обучаюсь Обучаю свою команду У меня есть постоянный рост Но просто он такой Знаете Не семимильными шагами А вы знаете Не зря я уходила с работы Чтобы Ну быть такой Ломовой лошадью Не хочу У меня уже Во-первых И не тот возраст Вот Думаю Что если бы мне Было бы Лет 25 Лет 25 Возможно Ух Но сейчас нет Сейчас Маленько знаете В жизни Приоритеты Поставлены Я Хочу больше Время проводить Своим ребенком Годы летят Девчонки Мы не замечаем Как вырастают Наши дети У меня старшему сыну 22 Младшему у меня 8 лет И вот Ты думаешь Блин Как быстро Время-то пролетело А где На себя Любимое время Вот Поэтому Поэтому именно так Я и работаю Меня это полностью Устраивает Вот У меня много Свободного Времени На семью На себя Любимую Как говорится Это моя Любимая работа Мне она приносит Удовольствие Я обожаю Снимать видео Я обожаю Разговаривать с вами Мне нравится Инстаграм Поэтому Выбирайте себе Мои дорогие Наставника Вам по душе И у вас Обязательно Все получится Вы будете Зарабатывать Хорошие деньги У меня уже рука трясется Чувствуете Экран трясется Вот Потому что Приходится держать Вы будете Зарабатывать Хорошие деньги Все Мои дорогие Всем Отличного Продуктивного Дня Пока-пока Есть вопросы Обязательно Пишите